Девушки отдыхают Я мелкопитающийся Нет, ты крупно-разрушительная Ой, секунду Всем привет! Привет, Оля! Дядя Фёдор, а что ты знаешь о хамелеонах? Ну, это рептилия, хладнокровная, меняет цвет Отлично! Ты идеально подойдёшь А куда подойду? Это мой хамелеон Его зовут Кусь Сможешь присмотреть за ним? Всего пару дней Мы с родителями уезжаем, а он плохо переносит дорогу Да, наверное Без проблем Супер! Может быть, у тебя какие-то вопросы есть? Да какие вопросы? Дядь Фёдор всё знает Круто! Спасибо тебе большое! Я за ним убирать не буду Вон как глаза выпучил Может, ему плохо? Да Добавим воздуха А он не сбежит? Нет, конечно Хамелеоны очень медленные Дядь Фёдор, ты же говорил, что они медленные Ловите его! Пропал Дядь Фёдор, а может нам думать, как хамелеон? И тогда мы его увидим Ай! Матроскин, ты чего? Ты сначала как шарик думать научись Дядь Фёдор, как ловить этого пучеглазого будем? Хм... Есть у меня парочка идей Дядь Фёдор Шарик, будь здоров! Это не я Поймал! Ура! Дядь Фёдор у нас настоящий Хамелеона лов Ай! А-а-а! Так вот, почему его Кусь зовут Ну что? Какой план дальше? Шарик, ты дверь закрыл? Тише Ты думаешь, это хамелеон такси вызвал? Нет Думаю, кто-то может зайти Всем привет! Оля, нет! Стой! Дядь Федор, что у вас тут произошло? Мы куся ловим! Дядь Федор, еще идеи есть? Ах, а у нас еще целых три стены осталось! Куся бежал? Да! То есть, нет! То есть, он дома! В общем... Я его потерял! Ну, дядя Федор знает, как его найти! Он у нас вообще много чего знает! Нет, Шарик! Мне было неловко вам признаться, но про хамелеонов я знаю не все! Эх, дядь Федор! Ну, не знаешь и ничего страшного! А вот дом без стены, это страшно! Федя, ты бы позвонил! Я бы тебе все-все про Куся рассказала! От меня он тоже часто сбегает! Кусь-кусь! И это все? Так просто! Ага! На него моркови не напасешься! Ай! Никак не привыкну! А я, кажется, уже привык! Тома-тома! Тома-тома! Плохо! Очень плохо! Катастрофа! Нужно что-то предпринять! Вари морс, Матроскин! Мы купим лекарства, прочитаем сказку, и Тома-тома пойдет на поправку! Никогда не думал, что кот может такое сказать, но у нас слишком много молока! Нужно что-то делать с излишками! Погоди ты, Матроскин, со своим молоком! У нас дети болеют, а у тебя одни надое на уме! Да уж! Индивидуальный предприниматель! В один пасмурный-припасмурный день на одном заброшенном огороде стояла высокая костылявая бугала! На голове у него была рваная шляпа, а на плече сидел большой черный ворон! Добрый вечер! Чем я могу помочь? У нас там и дама заболела, лекарства нужны! С лекарствами это не ко мне, это к фельдшеру! А зачем тогда спрашиваете? Еще и скалитесь! Я не скалюсь, я улыбаюсь! Поворачиваюсь, так сказать, лицом к населению! Новые указания от начальства! Всем улыбаться! Вот, на детях и животных тренируюсь! То есть, вы теперь вредничать перестанете? Не перестану! Я теперь вредничать с улыбками! Говорят, что от этого дела лучше им! Есть еще какие-нибудь вопросы? Был рад помочь! Ждем вас снова в нашем отделении! Да, с такой улыбкой дела если и пойдут хорошо, то только не у нас! Идея! Вера Павловна, вот тебе карандаш! Рисуй что-нибудь веселое! Ну, как этот... Пикассо! Ты уж все нормальные слова-то забыл! Одна касса у тебя на уме! Ты шарик-балбес! Законов рынка не знаешь! Все, что с улыбкой лучше продается! Так и от излишков избавимся! Ну, а Пикассо это художник такой! Он всю жизнь как маленький рисовал и сосиски любил! Хорошо бы нам еще от излишков жадности избавиться! Яйцом к населению, Гаврюша, яйцом к населению! Плохи дела, дядя Пичкин! У кого плохие, а у кого в гору! У вашего кота на трассе молоко с лапами отрывают! А все почему? Потому что у него банки улыбаются! Вот и вам бы здесь всем улыбнуться! Шарик, ты за морсом следи! Ты, Вера Павловна, за там и там! Вы, дядя Пичкин, улыбайтесь! А я в аптеку за лекарствами! Вы меня простите, я пойду! Почтальон ведь он как солнце в непогоду! А отсутствует? Да нет! Нужен! Всем! Заберите, заберите ваше молоко! Это совершенно не молоко! А я вам говорю, товар обмену и возврату не подлежит! Подлежит! Тогда эти деньги! Этикетка грустная! Ну и что, что этикетка грустная? Дети не пьют молоко ваше! Ну и что, что дети не пьют? А призаставьте! Дети, безобразие! Ну это же продажи такие есть, и можно обратно вернуть! Дядя Фёдор, как мне теперь детям в глаза смотреть? Ни репутации, ни доходу! А ты улыбнись, Матроскин! Какая уж тут улыбка, когда кошки на душе скребут! Ой! Может, надо три улыбки приклеить? Так в три раза веселее будет! Ой! Давайте сам себе молоко продавай! Когда простуда, надо тёплое молоко пить! Его вообще всегда пить нужно! Да! Става! Става! Ура! 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 Пришёл узнать, как вам качество обслуживания! Я смотрю, улыбка нашего сотрудника благоприятно на вас подействовала! Что бы там ни подействовало, главное, что все здоровы! А наша Вера Пауна теперь такие улыбки рисует! Вам в самых вредных снах и не снилось! Вот я и смотрю, как-то вы не по-нашему улыбаетесь! Это потому что от радости, а не для дела! Угощайтесь, дядя Печкин! Молоко за вредность всегда особенно вкусное! Если вас натаскать, вы нормально улыбаться сможете! Не надо меня таскать! Я не габаритный! А улыбку эту я на всякий случай приберегу! Для постоянных клиентов! Песни звонкие, танцы бойкие, ладья пышные и роскошные! Ох, спою я вам! А-чхи! Ох, спляшу я вам! А-чхи! Не спою я вам! Лишилось волоса! Голоса! Дед! Ушла в аптеку, без меня лещиться! Учиться! Вот так день Целую экологическую катастрофу предотвратил А пачкаться зачем? Сам-то я отмоюсь Зато совесть у меня теперь чистая Я на речке завалы разобрал Вот так Ну, здорово, соседушки Все, я гляжу, у вас по-старому Дом на месте стоит, да? Это потому, что наш дом Недвижимость Нет Это потому, что шарик ваш Чужие дома передвигает Реку из берегов вывел и все Тю-тю Я сам чудом спастся Я его по веточке собирал А он уплыл Да кто уплыл-то? Дом мой Ой Щетки Обалдуй ты, шарик Мы тебя зачем взяли? Дом охранять, а ты чужие ломаешь Да я же Я же как лучше хотел Не расстраивайся, шарик Придумаем что-нибудь А бобёр пока у нас поживёт Заходите Располагайтесь У нас тут всем места хватит Я вот в гамаке сплю А матроски на печке Не, меня в гамаках укачивает А духоту я не переношу Ого Шкаф Этот вариант мне подходит Уй, уй А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Это что, мой Это бобёр Беженец Верните его в лес Да куда в лес? Он без дома остался У него стресс Он сейчас вообще мех может сбросить В моём шкафу Не позволю мех сбрасывать Стрелы так Бобровый мех в хозяйстве Ой, как полезен Чем это он полезен? А тем, что он Он голос возвращает Точно Воротник из бобрового меха Это народный секрет здоровья Меховатый А если хорошо кормить Ещё меховастей буду Вот есть все-таки ещё на свете Женщины, у которых сердце Не в конец участвело Ту-туй Стол-то какой Эй, эх Пировать так пировать Качественная у вас древесина Пожалуйста, бей, ломай, грози Сострадание надо иметь А сострадание я имею Сижу на печи и страдаю Не ссорьтесь Лучше пойдём за ягодами Ешь Десерт От такой жизни Шелковистость Точно Повысится А, здрасте Вы тут бобра не видали? Кузен мой из Бобруйска Приехал на плотине поработать И сейчас Как будто смыло Так вот же А где он? А, опять бежал Отлишь бы не работать, а? Лентяй и аферист Ну, приступим Это не он Это что, встречи, что ли, будут? Так я только за Какой у вас, Маргарита Егоровна Воротник из бобрового меха изящный Главное, целебный Я вот себе тоже бобра завёл Он мне карандаши точит И мебель на почте от воров стережёт Надеюсь, мебель у вас из пластика Ещё чего Чистое дерево? Карельская берёза? Первый сорт? Минуточку Это что, выходит, бобры мебелью питаются? Не позволю Изводить казённое добро Ха, что вам, мебель То бобру салат Дядь Фёдор, не переживайте так Покатайтесь на санях Или с коровников в снег Попрыгайте После твоих затей, Шарик Всегда зелёнка нужна Или обезболивающая То ли дело сырники домашние Лепота Сырники она и в городе поесть может Ей нужны эти Впечатления О! А если ей ничего не понравится Чем тогда заняться? Я, конечно, дико извиняюсь Но кому это здесь нечем заняться? В доме стирки на два дня А я что-то устала уже Маргарита Егоровна Я завтра сам всё сделаю Думаешь, с коровника прыгать ерунда? Ты, дядя Фёдор, не паникуй Разберёмся Девочка Оля приехала Привет! Ого! Как вас тут замело! Добро пожаловать в Простоквашино! Спасибо! Ммм, какие нежные! Это Матроскин приготовил Рад, наслышан, очарован В смысле, рад и наслышан я А очарован дядь Фёдор Шарик, ну что ты ерунду говоришь? Ладно, неважно Чем хочешь заняться? Псс! Дядя Фёдор! Что? О, точно, коньки! Все на каток! Давненько я не катался Чего, не пойдёте? А-а-а, точно, нет у нас катка Можно и без катка, дядя Фёдор Просто в городе снега совсем нет Ну и ладно, покажешь мне тут всё? Конечно, там ферма Тут домик на дереве А здесь... А здесь мы каток сделаем Это быстро Минут пять, десять Пятнадцать Ну, может, двадцать пять Тогда давайте я помогать буду Конечно Шарик, тащи инвентарь О-о-о! Всегда мечтала лопатой поработать В простоквашино все мечты сбываются Ну, начнём Значит так Это Оля Она ко мне в гости приехала Это не важно Феденька, я не поняла Ты каток затеял? Я и так на крыльце чечётку бью А с твоим катком по двору Тарантелло искакать буду Закругляемся Сырники Сыроваты Мозги у вас сыроваты Из сыра и ваты Поехали до реки прокатимся Река Как я сразу не догадался Теперь ты, девочка Оля, посиди А мы тут живо всё расчистим Ой, девочкин матрёшкин Вы чего это рукоприкладством занимаетесь? Да ещё и лопатой! Простите, дядя Печкин К нам гости приехали Мы здесь каток хотим расчистить А как я рыбу ловить буду? Вы же её своим елозивом на коньках Распугаете всю Дядя Печкин Но мы чуть-чуть покатаемся и уйдём Ага А мне опять прикармливать? Так что без катка как-нибудь выкручивайтесь В кои-то веки совершенно с вами согласны, Игорь Иванович Они провалятся А мне остаток жизни в полиции отмечаться А ну-ка давайте сюда лопаты Дядя Фёдор Может каток на следующий раз отложим? Маргарита Ивановна Примите этот прохладный букет От почтальона с горячим сердцем Я не знаю, что и сказать Практичный вы мой Наверное, спасибо Подожди Игорь Иванович, а не хотите ли прокатиться С ветерком по романтическому простоквашино? Ну, я не прочь развеяться Тем более С такой прелестной спутницей Что скажете, Маргарита Ивановна? Валяйте А раз больше делать нечего Подожди, подожди Ой, я вашему порнокопытному Штраф выпишу Он меня чуть дееспособности не лишил Проводите меня домой, Игорь Иванович Что-то меня мутит Ура! Дядя Петр, лед идеальный Идем кататься Ты же говорил, что давненько не катался А мне кажется, никогда Никогда тоже давненько Папа, Папа! Дядя Фёдор, а зачем ты каток затеял, если сам не катаешься? Да это так, ерунда Просто ты хотела его Вот я и решил устроить каток Это за мной Пока, дядя Фёдор Спасибо за эту ерунду Было очень мило До встречи, девочка Оля Пока Не можешь называть меня просто Оля Без девочка И так понятно Вот зачем ты, Шарик, любимый котёл Мегеровны испортил? Я, между прочим, первый чемпионат мира по одиночному синхронному плаванию организовал Среди лягушек Ну да А нам теперь его весь день отбывать Им пресариватые мохнатые Я ж не знал, что они проигрывать не умеют И грязью друг в друга кидаться начнут Вот Приглашение до открытия Бобрового аквапарка Друзья, вход свободный А шарику вашему Двести рублей А чё сразу мне-то? А нам лягушки после чемпионата твоего всю воду замутили Еле успокоили Он семь медалей за первое место выдать пришлось Надо скорее заканчивать А то вот Мегеровна нас не отпустит Чтоб она позеленела Заносите, Игорь Иванович Только на меня не смотрите Я на лицо масочку нанесла А, Маргарита Егоровна Какое безобразие происходит Лягушки по всему берегу посуду разбросали Пока всё не очистите Из дома ни ногой Надеюсь, это отучит вас пачкать посуду А сегодня в клубе танцы будут Магарита Егоровна Ну всё, плакал наш аквапарк Не плачь, Вера Пауна Кажется, я знаю, как сделать так Чтобы Мегеровна от нас отстала Так, я не поняла Почему приостановлена воспитательная работа? Да мне вот бабушка крем прислала Омолаживающий Она в этой, ну, в косметической лаборатории живёт Ну и шлёт его кому попала А нам эти кастрюли теперь полжизни чистить Вот мы и решили компенсировать процесс старения Тебе нельзя, Вера Пауна Вдруг ты в младенца превратишься Омолаживающий, говорите? Мы бы и вам предложили, но... Крема мало? А у вас лицо он какое? Большое Воспитанные животные Никогда не скажут женщине такую бестактность И вообще, вы и так молодые А некоторые ещё и махномордые Только продукт переводить Наносите на лицо с закрытыми глазами И не снимайте, пока не отвалится Как-то у вас подозрительно радостно Я ведь вас насквозь вижу Ой, давайте-ка поиграем в города Так я буду знать, что вы ничего не замышляете Амстердам Ну, Фиденька Мурманск Молодец Так, по графику у вас пятиминутная прогулка Потом возвращаемся к работе И не забываем про города А знаете Может быть, мы ещё и попадём в аквапарк Ой, кажется, я забыл в крем закрепитель добавить А вот она, а вот она Горгополь Чего? На мягкий знак городов не бывает Тогда Горгопольск Мне на К Так Красноморск Было уже Ну, тогда Нижний Красноморск Помню Славно там по путёвке отдохнуло Ой Фантастика Я же лет десять сбросила Это ещё что такое? Немедленно приберитесь, ложитесь спать А мне на танцы идти придётся Такую красоту от людей нельзя прятать И есть ещё силы Удару нанести Кто там? Это я? Поставён Печкин? Ой Мы ничего не выписывали Мы читать не умеем Это я знаю Деревня Простокашина Ни писем, ни газет, ни журналов Раз в месяц продуктовая посылка из Тулы Да-да, с пряниками От бабушки моей Дайте угадаю Она у вас на кондитерской фабрике работает Извините Ошибочка вышла Надо Простоквашинских предупредить Идёт Вот до чего романтика доводит Первый раз за шестьдесят лет деревню перепутал Ой, меня же Марго в клубе ждёт Няня, ваше каблыки надела И через дальний овраг в клуб побежала Вот Как договаривались Итак Печкин Простокашина А Мегеровна Ждёт его на танцах И это значит Что мы все ещё по разику прокатиться успеем Урааааааааааааааъ Томатики мои наливные Кетчуп в сердце моего Это матроскин уже не помидоры Это киборги какие-то Еще немного и разговаривать начнут Не начнут, они еще зеленые А пора бы им покраснеть Может хоть в них разумная жизнь зародится В отличие от тебя Ты на что это намекаешь? А я не намекаю Иди в сарай, собачий плуб готовь Всю зиму на печи валяйся Пахать на тебе надо Пахать матроскин будем, когда снег сойдет Что? А пока мое дело Нежный сон и снежный городок Завтра же масленица Провода зимы Масленица у него Вот это я понимаю Жалко только что растает Мой блок точно не растает Надеваем маски Изображаем восторг Три самых крутых вещи Простоквашино Прямо сейчас Карнавал Раз Простоквашино парк Два Покатушки на Гаврюше Три Гаврюша, ты мне тут масленицу с коридой не путай Это во мне ладушек городской Это настоящий Простоквашинский Блин Ох, не нравится мне шарик Эти твои древние праздники Дым коромыслом Так у меня все помидоры завянут Ты куда? Чего? Первый блин от Роскин Раньше давали Малоимущему Там, монаху Или Деревенскому дурачку А чем это у вас так приветливо пахнет? Ага Как чем? Масленицей Рашу к столу Ой Последний блин Духу предков Я извиняюсь Раз уж такое дело То я готов и духом предков быть Главное, блины, чтоб давали Хватит с вас, дядя Печкин Ух, ну тогда я домой Если у вас еще какой праздник будет День шашлыка Или там День кваса Вызовите Не стесняйтесь Ну что, Шарик Сейчас уберемся и пахать пойдем Ну что, Матроскин Прибираться нельзя По традиции Дух предков должен остатки еды доесть Шарик, ты в себе Если не прибираться Тут тараканы все доедят Оставим все как есть И будем следить Ну как Что-то не торопится к нам Дух предков Ура! Духи предков Мама! Шарик, какие же это духи? Это просто предки Родители приехали Ну, не знаю, какой я дух Но у блина и дух, и вкус отменный Спасибо блогу Шарика Теперь хотя бы к последнему блину успели приехать Отчего беспорядок у вас такой? Не дом, а стоянка первобытного человека А это Шарик вас ждал Готовился А пойдемте лучше зиму проводим Угу Пугало огородное Сожжем Нет, ну мало того, что помидоры Мэй закоптил Так он теперь на садовый инвентарь покушается Ничего ты, Матроскин, не понимаешь На Масленицу чучело сжигают Для красоты обычая Это не праздник А сплошное разочарование Сажать пора Вы все дурака валяете Не переживай, Матроскин В огне все обиды сгорят Масленица Символ новой жизни Смотри, Матроскин На месте Пугало Неплохое место для посадки помидоров Образуется Вот и проводили Ту-тунь Смотри Кажется, покраснел Теперь-то можем нормально к посевной готовиться Ну, конечно, Матроскин Правда, я тут подумал Надо сначала день Герасима Грачевника отметить Потом пробуждение домового Потом именины водяного А там и до Ивана Купала недалеко Ай Ай Фискульт-привет, молодежь Здравствуйте О, из дома посылка с подарками пришла Может, и пришла Только отдать вам я ее не могу Знаем, знаем Потому что вы вредный деревенский почтальон Соблюдающий инструкции Корень зришь полосатый Ну, я пошел Жаль Мама сказала, там и для вас подарочки есть Для меня? А что за подарочек? Вообще-то По инструкции Подозрительные посылки и без документов скрывать можно К сожалению, дядя Печкин Это самая обыкновенная посылка А ты не спеши Тут надо ответственно подходить Подарки, говорите Подозрительно легкая посылочка для нас Шестерых Будем вскрывать Лето выдалось прохладное Мы решили, что так вам спать будет комфортнее Мама и папа Жарик, это тебе Ух ты Теперь меня Матроскин на улицу спать не выгонит В пижамах на улицах не спят Ага А про меня не забыли? Вот, это вам Спасибочки Вот, если бы у меня вчера такой звонок был Я бы в лося не врезался Дядя Фёдор Кажется, твоя мама размер перепутала Просто она не знала, что теперь тебя из космоса Невооружённо взглядом видно Это блох твоих из космоса видно А я, если захочу, в любой момент похудеть могу Ой, убили! Да ну вас! Матроскин, ты же похудеть решил? А я и худею А я и не знал, что в ремне без штанов похудеть можно Темнота ты египетская, Шарик Это Таматама мне электрический поезд для похудания сделала Главное его снять вовремя, чтобы фигуру не испортить Ну-ка, взвесьте меня, вдруг я уже перехудел Ну сколько там? Вообще-то для кота многовато Это ж твои любимые бутерброды Вы видите перед собой нового матроскина Новый матроскин не ест бутерброды Новый матроскин рано ложится спать Потому что во сне есть не хочется Самари! Ну здравствуй, новый матроскин Вот как бы Гаврюша объяснить, что в футбол только Двумя ногами играет Ого, вот это цепь! А где же кот ученый? Здесь я, друзья Вы же поголодаете со мной неделю? Брось, матроскин, поешь уже Вам не понять Вы-то в пижамах спали Чтобы мы не передумали Пойду ключ в речку выброшу Дядь Федор Может мы эту недельку в городе пересидим? Он ведь нас голодом заморит А без нас он себя голодом заморит Мы ему по-другому похудеть поможем Выбросил! Теперь мы вместе Знаете, как похудеем? Ну-ка, матроскин, повернись Да ты, кажется, уже похудел И точно! Сходно! Померь, может сейчас подойдет Ура! У меня это сработало! Хорошо, что я запасной ключ не выкинул Еще один пирожок И все Два часа уже там сидит Может, пора МЧС уже вызовы? Матроскин, ну не расстраивайся Хочешь, мы вместе в спортзал ходить будем? В спортзал пусть люди ходят Коты ближе к кухне держаться должны Успешный кот Обязан солидную фигуру иметь Извиняйте, товарищи соседи Вот у меня тут вопросик сформировался А к звонку больше ничего не прилагалось? Товарищ Печкин, вы видите, мы заняты Завтра приходите А, конечно, конечно, извините А вот в пижаме он бы со мной и разговаривать не стал Уйдеть с комфортом – это по мне Помогите здесь пирожки с капустой Неправильно ты, дядя Фёдор, огонь разжигаешь Надо не бумагу, а бересту класть Меня так папа учил А меня папа учил, что бумага не бесплатная А я своего папу не помню У меня от него только фотографии осталось Вот О, твой папа пожарный? Такие медали за отвагу на пожаре дают А я думал, он лесоруб Значит, во мне гены героя пожарника? Как же это приятно Приносить людям пользу Пожарный контроль Шарик Ты что творишь? Отсутствие пожарного выхода на производстве Три дня на исправление нарушений Три дня Понятно А сметану куда? Эй, ты что? Теперь не сгоришь, дядя Фёдор Эх, мы его на улице подобрали Отмыли, в человека превратили А он нам производство останавливает А ну-ка верни деталь До устранения нарушений не положено Чего это вы на всю улицу собачитесь? Шарик наш решил пожарным стать Как его отец Так ведь это не папаша его иной В газете об этом писали Этот героический пёс Шарика вашего Из горящего сарае вытащил А кто же тогда папа Шарика? Кто-кто? Сторож в сельпо Звали то ли барон, то ли Байрон А, вспомнил Бобик На складе колбасы объелся И ветеринарку загремел Больше его пустоквашина не видели Ну, счастливо оставаться, соседи Шарик, пойдем в дом Матроскин твой любимый пирог испек Чтобы я, как папа, объелся и исчез Ну, здесь все равно лежать нельзя Я пожарную дверь делать буду, как ты хотел Я хотел быть похожим на отца А теперь мне хотеть нечего Да, надо нашего Шарика как-то домой возвращать А то с кем я ругаться буду Кажется, я знаю Кто нам может помочь Можно нам старые газеты посмотреть? Вдруг там и о папе Шарика заметка есть? Заполните бланк на посещение архива В течение месяца разрешение придет Ну и парочка дней на оформление пропуска А побыстрее нельзя? В архив это вам не в лес за грибами сходить Режимный объект Прошу очистить помещение Технологический перерыв Пара гнедых Запряженный к зарею Грустных и точек Чего-то дай война вид Заполнили форму? А мы передумали Вот хотели подрастающему поколению Лучшего работника месяца показать Ну, чтобы было на кого равняться Ну, это правильно А грамоту за что получили? Эту? Не-не, вон ту повыше А, первое место за бег с посылкой По пересеченной местности А это за срочную доставку груза Неизвестному получателю Девяностые было А вот это с частношком За то, что я почтового голубя обогнал Голубю это не понравилось А вот это за слона Ммм, ну и что, и слонов доставляете? Э-не, на шахматном турнире работника почты На третьем ходу слона съем В буквальном смысле Как интересно А вот это розовое? Эту я на конкурсе танцев получил За второе место Второе? Не ожидал от вас У меня туфли скользкие были Шаник Шаник Мы про твоего папу заметку нашли Что, Бобик еще кого-то обворовал? Съев некачественный товар Храбрый пес вывел жуликов-продавцов На чистую воду За проявленную смекалку Он был переведен в город На охрану склада стратегического значения Благодаря Бобику Просто квашенцы могут есть спокойно Мой папа – герой санитарного контроля Дядя Федор, а ты руки мыл? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Неправильно ты шарик дрова пилишь Ну ты вперед толкаешь, а нужно на себя тянуть Ты бы матроске помог лучше А то советников вокруг только свистни А как дело делать Никого рядом, хоть облазь Неправильно ты, Вера Павловна, замок строишь Ты сухой песок ведерко набираешь Вот он и осыпается Что это с нашей птичкой? Может, к дождю? У меня для вас две новости Плохая и хорошая Начните с хорошей Тогда плохая не получится Ну тогда начните с плохой Ага В сторону Земли летит комета Как в газете «Сельский оракул» пишут Может, мим пролетит, и мы только рады будем А может, прям к нам И тут ж ничего не поделаешь Это как с дальними родственниками Какая же тогда хорошая? А хорошая в том, что все это не точно Обычно перед стихийными бедствиями Звери и птицы странно себя ведут Но я пока ничего такого не наблюдаю А с какой стороны комету ждать? Эх, само собой, сверху Вы как хотите, а я здесь не останусь Про комет хорошо в газете прочитать А не вживую встретить Вот я 30 лет назад шаровую молнию языком лизнул Ничего хорошего Так что я уеду Мои коровки! А куда ж вы поедете? А в Австралию Там тепло, и кенгуру по улицам скачут Ну, счастливо оставаться Не бойся, Матроскин Ничего с твоими коровами не случится Когда комета в последний раз прилетала Динозавры исчезли А все потому, что о них позаботиться было некому Слушайте, давайте лучше праздник закатим Печенье испечем Кто-то кино с попкорном смотрит А мы комету с печеньем За хозяйством глаз да глаз А кометы смотреть, только зрение портить Комета, это прекрасно А во мне чувство ужасного развита Инстинкт самосохранения называется А я вот эту комету на видеокамеру засниму Часто ли к нам в огород космические тела залетают? Здравствуйте, соседи! И вам не хворать, дядь Печкин Быстро вы что-то из Австралии вернулись Это вас там вежливости научили? Это у вас так вкусно пахнет Что вежливость сама лезет Австралия она где? А печенье она вот А это что за секретные технологии? А это мы, дядя Печкин, хотим комету заснять Чтоб наверняка А я вам вот секундомер как раз принес Время отсчитывать С ним комету точно не пропустим До прилета кометы остаются считанные секунды Левее, чуть-чуть правее Ага А вот когда звезды и кометы падают Нужно желание загадывать Начинаю обратный отсчет Пять, четыре, три Два, один Один с половиной Один с четвертью Один с третью Туек А, тьфу! А-а-а! Заклинило! Чудо! А-а-а! Что, уже всё? У меня всё! Запись у них не получилась. Так и конец света не получится. Радуйтесь! Эх, надо же, как вышло! В нужный момент все вместо кометы на камеру смотрели. Ну, может, хоть камера что-то видела. Шарик, ты-то хоть чего загадал? Чтоб моё видео собрало миллион просмотров. А я вот не жалею, что комету пропустил. В моём возрасте яркие переживания противопоказаны. Мне и от печенья впечатлений хватает. Вон, из нас, из всех, только матроскин кометы видел. Да и то видел, а рассказать не может. Чудо! А чё с канавой-то делать будете? Там у вас вместо убежища прям море! Так, достаточно восторгов. Пора и за дело. У нас к хозяйству озеро прибавилось. Будем там карпов разводить. Откроем новое направление – морепродукты. Тома-тама! 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 Молодец! Правильно, Вера Павловна! Неправильным ты вещам дядя Фёдор сестру учишь. Лучше бы полезные ягоды от ядовитых учил различать. Или их грибы там. Маргарита Егоровна! О-хо-хо! Бросьте вы уже свои деревенские повадки через окно кричать. Да, в приличных домах гости в дверь входят. А если им на стук не открывают, то и уходят во своёсе. Я в телевизоре видел, что серенады даже в приличных домах петь принято. О чём же ваша серенада? Прекрасная пора грибов учарования и клюквы кислая краса. М-да. Снова вы дразнитесь. Вообще, я вам посылку принёс. Сапоги модные, женские, резиновые, охотница. М-м-м! О-о-о! Игорь Иваныч, у вас кепка, клюква испачкана. Теперь вам только химчистка и поможет. Ну да, тебе вообще уже ничего не поможет. Зима на носу, ни грибов, ни ягод. Только лайки в компьютере ставить умеешь. Где витамины для Веры Паловны брать будем? Да не ругайтесь вы, витамины в лесу будем брать. Берите корзины, пойдём по грибы и ягоды. Правильно, дядя Фёдор. А что сами не съедим, то продать можно. Из грибов с оленей наделаем. Знаю я ваши грибы. Снова пойди, клад в лесу искать будете. Вот про вас даже газет специальная пишет. Кладоискатель любитель называется. Можете подписку оформить. А не нужна нам подписка. Мы в лес за грибами идём. Зря. А я себе подписочку оформил. Ну куда же мы будем грибы и ягоды собирать, если вы корзины не взяли? Нет у нас больше корзин, дядя Фёдор. Всё Мегеровна забрала. А она в них кроссворды хранит. Как говорила Куку Жоржаль, если завела резиновые сапоги, изволь их по грибы выгуливать. Да, хорошо, что мы с дядей Фёдором за клюквой на болото идём. Мне в лесу нужен сторож. Феденька, а ты со своим котом последи за Верой Павловной. Тама-тама. Ладно уж, прослежу за ней. А то ещё поганок наберёт. Тама-тама. Лес большой, грибов и ягод всем хватит. В газете ясно написано. Клады следует искать под пнями или в других приметных местах ландшафта, где их в старину разбойники прятали. Но забрать забывали. Шарик, фас, то есть ату, то есть ищи грибы. Ату – это когда на дикого зверя надо напасть. Фас – когда на вора. И вообще собаки нужны не для того, чтобы грибы искать. Для этого свиньи специальные есть. Собаки нужны, чтобы хвостом вилять и командой выполнять. А ты шарик – попугай, только болтать умеешь. О, грибы – ягоды. Брейс, ты себе шишек набери. А вот это вот преступление. Грабёж называется. Дух? Лесной дух, значит. Будьте здоровы. Я-то буду. А вот, Белка, всю зиму, что ли, будет на водах. Это всё шарик? Да. А вот за враньё бородашка на носу, как выскочить. Я всё верну. Ну да, вернёшь. И ещё принесёшь конфет. Или что там ещё, Белки? Любят. Всё, я всё принесу. Молочко у Матроскина возьму. Яблочки, орешки с рынка. И зайцам капусты. И птенцам этих червей. Зайцам птенцов, червям капусту. И чтобы дома детей, особенно шарика, не обижала. Да, Ваше Величество, то есть лесничество. И вообще, в сборах с Матроскиным всегда мою, то есть шарика, то есть лесничество, нужно сторону занимать. Надо нам шарика спасать. Ой, 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 пчёлки. Чё это он там делал? Все собаки, как собаки, кости зарывают. А это, наверное, клад зарыл. Надо проверить. Сейчас я тебе покажу лесничество. Говорящее дупло. Копался? Эй, Маргарита Егоровна, какая приятная встреча. Давайте клад найдём. Не ушиблись, Маргарита Егоровна. О, чур меня. Чур! Маргарита Егоровна, корзиночку-то забыли? Чур сказала, уйди от меня. А-а-а! 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 Я такого снегопада за все свои девять жизней не видел. Придётся расчищать. Расчистим. Интересно, что мне родители на Новый Год подарят? Вот в прошлом году была книга Лабиринт Минотавра Интересная или полезная? Интересная Там в лабиринте чудище жило С головой быка А, ну это бесполезное какое-то чудище Ест много, а молока не даёт Что ты говоришь, совсем опалаумил Проходу не даёт А я давно тебе говорил, Шарик Зря ты шампунем с луговыми травами моешься И что же мне делать? Грязным ходить, по-твоему? Лопату бери Гаврюшу лопатой? Вот ты балбес Ну при чём тут Гаврюша? Снег расчищать пойдём А давайте мы снег Лабиринт Минотавра построим Как в книжке Ура! А кто такой этот Минотавр? И зачем мы сюда вернулись? Сидели бы сейчас в Простоквашино Кучу нервов бы сберегли Дорогая, просто кто-то вместо костюма Деда Мороза Взял с собой в Простоквашино пакет с мусором Ты мне будешь каждую минуту об этом напоминать? Ну как? Нормально? Странно Из-под бороды Деда Мороза Выглядывает борода моего мужа Может быть ты её слегка Совсем сбреешь? Вот ещё Ладно Добавим ещё ваты Мама! С наступающим, мои дорогие! Вас там, наверное, снегом замело? Нет Мы из снега лабиринт построили Вот Как же папа теперь мешок с подарками найдёт? Он его во дворе спрятал Не переживай, мам, найдём Шарик схему лабиринта нарисовал Встава! Встава! До темноты нужно мешок найти Шарик, давай схему Схему? Так я её, это, съел Ну ты, Шарик, даёшь Так это чтоб интересней было А то что это за лабиринт? Если сразу знаешь, где выход Эх, Шарик, чудище ты с головой собаки Вот заблудимся из-за тебя и без подарков останемся Не ссорьтесь Мы у входа нитку привяжем и по ней обратно выйдем Как в книжке про Минотавра Ой, опять тупик Ничего, ещё пару ходов проверить осталось Давайте, веселей! Это хорошо, что ещё мы не в египетских пирамидах бродим Это почему? А в тех лабиринтах ещё и мумии попадались Вперёд! Туки-туки! Можно? Можно, если недолго Да я, собственно, вас поздравить загляну А что, дядя Фёдор со своей фауной отсутствует? Их присутствие вот-вот возобновится Ну, тогда, чтобы времени не терять Ваши игрушки, Игорь Иванович, опасны для моего здоровья А значит и для вашего Мумия! Смотрите, никакая это не мумия А почтальон наш, Печкин Спасибочки Только это не мой мешок В моём письме были посылочки А тут ерунда какая-то Ух ты! Папин мешок! Ура! Подарки нашли! Да, ура-то оно, конечно, ура Ну-ка, как теперь мы обратную дорогу найдём? Монотавр! Гаврюша! Монотаврик ты мой! Пойдёмте скорее домой, там наши мама и папа едут Я всегда говорил, что Простоквашино – это волшебное место И я хочу, чтобы это волшебство никогда не заканчивалось С Новым Годом, друзья! С Новым Годом, Простоквашино! С Новым Годом! В небе синим кружится снежинок-хоровод Я съем большой кусок А он большую крошку А то, что я у Дедушки Мороза попрошу Расскажу, как только этот список допишу Что у Дедушки в мешке Что у Дедушки в мешке Что там? Мама! Мама! Ой! Ну и где этот Робин Гуд? Это не Робин Гуд Скорее Чингачгук Извините, Маргарита Егоровна Открыли сезон охоты на заслуженных педагогов Мы случайно попали Теперь придумали себе тихую настольную игру Так в индейцах уже нельзя за столом играть Зато в шашки можно А вы запрещать право не имеете Запрещать моя работа, Феденька Ну-ка, сдаем инвентарь Дома-дома! Эх, и доиграли из своих индейцев Лучше б земледельцев играли Хоть из дома беги, вот честное слово А давайте в лес уйдем, будем там жить Ура! Хорошо придумал, дядь Федор Матроскин, давай с нами Чего я скитаться буду? У меня тут коровки, хозяйство Ой! Вот это хорошее место! Ставь фиг вам, Шарик А я, Маргарите Егоровне, напишу Что мы теперь в лесу жить будем Так может, я и лучше видео сниму? Так наглядней будет Вот, Маргарита Егоровна, глядите, как мы теперь в лесу живем Ой-ой-ой! В общем, хорошо нам здесь Ну, теперь пойду интернет добывать Чтоб мне Гера вне видео отправить Ты-тунь! Что? Да, вот как выглядит конец света Это не конец света. Это ванна по рецепту египетской царицы Клеопатры. Ой. О, сигнал! Давайте разжигать костер. Я как раз один древнеиндейский способ знаю. Ну, или так. Давай, давай! Матроскин, молодец, что пришел. Только ты зачем с собой весь дом притащил? Эта Мегера Клеопатровна меня чуть по миру не пустила. Не расстраивайся, Матроскин. Будь как дома. Эх, и правда, хватит уныния. Пора хозяйство налаживать. Хорошая поляна. Здесь коробкам пастбище будет. Надо только дерево спилить. Давай, Шарик, доставай пилу. Да нет у меня никакой пилы. А я тебе ее привез. Мое дело видео пилить. Да и природу мне жалко. И здесь у нас коровник будет, чтобы мои коровки не замерзли. А если мы замерзли? На этот случай у нас, дядя Федор, парное молочко есть. Феденька, в уши им там надуло, что ли? Здравствуйте, Маргарита Егоровна. А где в СИМ? А дети играют в тихие безопасные игры. Вот что значит дисциплина. И как вам это только удалось? Я свои педагогические методы не выдаю. Как же мы соскучились. Через час будем. Ждите. Ой, быстро домой. Феденька? Ты где? Федюля? Так, а вот за это уже санкции последуют. Вот, Маргарита Егоровна, глядите, как мы теперь в лесу живем. В общем, хорошо нам здесь. Эй, Матроскин, ты зачем свой молочно-рабовладельческий строй к нам в лес пригнал? Труд, между прочим, из обезьяны человека сделал. Из тебя, Шарик, может быть, что-нибудь полезное сделает. Шарик у нас и так полезный. А ссориться не надо. Леса на всех хватит. Я, кажется, никого из дома не отпускала. А мы сами себя отпустили, непривязанные. Ну, а это пока. Мы теперь насовсем в лесу поселились. Здесь никто ничего не запрещает. И ванны египетские не принимает. Все домой. Считаю до трех. А у нас есть требования. Раз. Мы требуем свободы. Два. Будем играть во что захотим. И еще чего. Или мы в лесу остаемся. Три. Ладно, Феденька. Да, и кашу без комочков. Хм, ну и где все? Все куда-то вышли. Я сейчас тоже куда-то выйду. Из себя, например. Ну, наконец-то. Куда же вы все пропали? А мы по лесу гуляли. С коровами? Оригинально. Возьми, Феденька. Такой няне и Пушкин бы позавидовал. Вот она. Аккуратно, Шарик. Поломаешь тачку, вычту из премии. Не боись, матроскин. Она же на гарантии. Она-то да, Шарик. А вот у тебя гарантийный срок, похоже, закончился. А чего я сделал-то? Мусор выбросил. Это не мусор, Шарик. Это такая полезная штука. Ее можно и печь растопить, и от дождя укрыться. Ребят, а что это у вас Гаврюша жует? Гаврюша, фу! Фу! Брось! Плюнь! Ну, плюнь! Гаврюша! Ой, поверь мне, Шарик. Все это нам еще пригодится. Соседи, вот я смотрю, носитесь, будто у вас Олимпиада. Дай, думаю, подойду. Поболей. Ого! А это тут что это у вас? А это я тут разные полезные вещи собираю. Коллекция моя, ясно вам? Конечно, ясно. Экологическая катастрофа собственной персоной. Прям Эверест. Ну, только мусорный. Эвер... что? Это я аллегорию применил. Большая свалка, то есть. В общем, граждане млекопитающие, будем ферму закрывать. Антисанитария! Никуда не уходите, я за бланком. Вот что, Шарик, надо все это взять и в лес вывезти. В лесу друзья мои живут. Они ко мне, значит, со всей душой, а я им, знаете, товарищи, картон, пожуйте. Не согласный я. Это временно, Тунберг Хвостатый. Мы потом все обратно привезем. Мама? В связи с несанкционированной свалкой, забитая число, забитая подписка. Опа! Здрасте, Марк. А где это? Куча. И, извиняюсь, вонючая. А нету, Игорь Иванович. Была, да сплыла. В город отправил я свою коллекцию на выставку полезных штук. Как сплыла? Речные перевозки закрылишь. Бобы шалят. А вот она. Куда, Вера Павловна? Нормози. Иду. Так, так, водитель не пристегнут. Раз. Без шлева. Два. О! А это что еще за мерзость? Говоришь, коллекция. Город сплыла. Видишь, матроски, не приживается мусор в лесу. А ну-ка, ведите меня на место преступления. Да, парусность подвела. И ветер не учел. Значит, ферма закрыта до устранения, так сказать, экологического бедствия. Ну и штраф, само собой. Ой, ферму нам закрыли. Убыль. Штраф нам выписали. Снова убыль. А не заплатим штраф, не откроют ферму. Круг замкнулся. Я банкрот. Ты, матроскин, сам виноват. А я тебе говорил, надо было давным-давно все это выбросить. Эх, Шарик, зачем напоминать мне о прошлом, если у меня нет будущего? Нужно весь мусор в переработку сдать. Из него на заводе новые вещи сделают. А тебе, матроскин, деньги даже заплатят. Ура, дядя Федор! Заживем, как прежде! Ты же серьезно про деньги? Вы чего это вашу антисанитарию? Прямо к парадному входу паркуете. Дядя Пичкин, это мы вторсырье сдать хотим. На переработку. Чудненько! Приходите после обеда. Я как раз с трех часов буду приемщиком числиться. А ну, принимай вторсырье, бюрократ! У меня коровки недоины, стойла нечищены, у меня Гаврюша не выгулен! Не кипятитесь, гражданин! Вы и так уже нарушитель. Давайте, что там у вас на весы? Так, 160 минус 17 плюс 72 за металл. Итого получается 1200 рублей, которые идут в счет уплаты штрафа, выписанного гражданину Матроскину ранее. Прошлый мусор на оплату штрафа ушел, а этот уже в прибыль прилетел. Назовите столицу Венесуэлы. Хм. Правильно! Каракас! Пап, привет! Здрасте! Дядя Федор, ты же сделал задание по географии? Э-э, ну, так я вот сейчас делаю. Это хорошо. Мы сегодня с мамой... Твоего учителя встретили Надеюсь, вы шептались о том, что дядя Федор сегодня же пришлет готовое задание Или завтра же ты возвращаешься в город С сестрой! Ну, ничего, ничего Я банкрот! Тихо ты! Хоть чтобы его в город забрали Видишь, занимается человек А кто мне помогать будет? Коровки мои до яйца перестали Конвейер стоит! Я помогу! Я в лесу поведение животных, знаешь, как изучил? Шарик, если ты мне поможешь, я тебе селфи-палку подарю Давай, Шарик, давай! Думай, думай, как корова, думай! Может, они, это, от непогоды закрученились? Надо их развеселить, и они снова доиться начнут Шарик, я всегда знал, что ты редкостный балбес А ты, оказывается, еще и гений! Ух ты! Опа! Как всегда, все самому делать приходится А за окошком месяц май Месяц май Месяц май Кошмар Назовите горную систему, расположенную в Европе Карпатая! Хватит подсказывать! А где все? Вы чего это, развлеклись? Мы пытались ее побороть, но она сильнее Кто? Коровья депрессия Грустное состояние души такое Как же мне вас теперь лечить? А никак Все мы лишь пылинки в хаосе бытия И мироздание Что там? Что? Что там? Карпатая! Точно! Карибы! Осталось только солнце нарисовать и все Не получится Наш Микеланджело Рязанский Всю желтую краску на песок извел А что мне? Песок с зеленой краской что ли рисовать? Да хоть бы и зеленый Это тогда травка была бы А так ты моих коровок без солнышка оставил Чем же нам солнце заменить? А давайте нашу собаку-баскерыли Фосфором намажем И вместо солнца под потолок подвесим Ну ладно Если это дело поможет, то я готов Никого мы подвешивать не будем Люди зимой за солнцем в солярий ходят Ура! Солярий! А где же мы его возьмем? Тама-дама Тама-дама Мой холодильничек! Мой холодильник! Ура! 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 Ого, мои коровки топлёное молоко давать начали Шарик, готов рекламу И поэтому в тропиках у всех всегда хорошее настроение Готово Не забывай, а лоток убирай Морт давно закончился, а коты всё орут и орут демоны Матроскин Я так в дверь не пройду Можешь не пройти Ну-ка присядь А вот так пройдёшь, даже ещё одна баночка влезет Мне срочно нужна бас-гитара Ай Через месяц сыграешь пару песен, дядя Фёдор Месяц? Мне через неделю надо Тем девочкам нравятся барабанщики Ой, какое-то у меня нехорошее предчувствие образовалось Дядя Фёдор На повестке дня один вопрос Как прекратить эту кокафонию Мы все любим дядю Фёдора Но пора решить либо мы, либо девочка Оля Меня впервые на собрание посвали Надо подумать Ну, я за нас голосую Правильное решение, товарищ Шарик Ну и как мы прекратим эту кокафонию? Есть у меня одна идея Дядя Фёдор, помоги фото повесить Не убегут твои барабаны Левый угол повыше Так, 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 теперь, теперь, теперь правый А где мои палочки? Это бродячие термиты Они и сюда добрались Да, один такой в кепке, а другой такой толстый Так, что происходит? Дядя Федор, мы просто немного устали от твоих барабанов Ты уж три дня без остановки барабанишь Надеюсь, в лесу я вам мешать не буду Ты что, Шарик, не знаешь, как термиты выглядят? Запаниковал я, врать не умею Зря мы тебя послушали Теперь вот дядя Федор в лесу пропал А в лесу мою музыку оценили Во, видите, сколько всего надарили Сейчас отдохну немного и опять играть пойду Здорово, Бобер! Ты куда это собрался? Бобрусь к родственникам еду Дядя Федор ваш в лесу такой терараб устроил Что звери едой вон скидываются Чтобы он хоть ненадолго заволчал Ну, это... Я пойду Электричка у меня Да Да Дядя Федор, ну сыграй что-нибудь, а Не буду Не вышло из меня музыканты А мы так не считаем? Ну, пожалуйста, а Друг это тот Кто отдает Жизнь и косточку дорогу Друг это кот Друг это кот С дорогом спорить не буду Друг это ты Друг это я Я ищу я и корова моя Не забывай, у тебя есть друзья Никогда не забуду Круг вас всегда будет любить Несмотря на фиг мамы Ближе друзей Кто может быть Только папы и мамы Там, где друзья Будет успех И молоко, и сметана для всех Там, где друзья Будут песни и смех Где друзья Таула, таула Слышь, матроски, ну сто процентов сработают, точно говорю Шарик, ты когда домик на дереве строил, уверял, что грачи надёжные жильцы Они мало того, что не заплатили, так ещё все стены и зарисовали Короче, план такой Я снимаю ролик, который становится этим, ну, бактериальным Каким? Ну, то есть этим, ну, вирусным, в общем, о нашей ферме весь мир узнает Шарик, почему-то мне кажется, что сейчас ты что-нибудь попросишь И тогда ты купишь мне новый телефон, на мой Гаврюша наступил Слушай, если о моей ферме узнает весь мир, будет тебе телефон Есть! Так, что бы такое снять? Оп! Вера Павловна, если мама увидит тебя такой, мы первой же посылкой вместе в город отправимся Пойдём-ка тебя переоденем Так, чтобы такое снять Не то Котика надо запустить Матроскин, считай, ты уж знаменит Сейчас он весь мир увидит, как смешно ты в окно вылетаешь Шарик, если ты сейчас нажмёшь эту кнопку Всё простоквашино увидит, как смешно ты вылетаешь из дома с вещами Шарик, как смешно ты в окно вылетаешь О, смешной ребёнок По-вашему, мой дядя на порошковой фабрике работает? И Вера Павловна, если тебя такой увидит мама, она и нам шеи намылит Привет, девчонки! Привет, девчонки! Да, девчонки! Здравствуй, матрос! Как дела у вас? Как, Вера Павловна? Здрасте. Нет, у нас тут ушли. Все, все, все хорошо. Проблемы со связью. Мы перезвоним. Звоните, не пропадайте. Ой, у меня тут запись не включилась. Может, еще разок, а? Тома, ты чего? Это же для общей пользы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Десять тысяч просмотров уже. Ура! Оно вирусное. С тебя новый телефон. Шерик, телефон я уже купил. Давай же его скорее. А я уже отдал Вере Павловне. Как ты, Вере Павловне? Так это же она видео сняла. Чего? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...